Рыбы, клюнувшие на мелководье, часто ведут себя более отчаянно. Рыбы, клюнувшие на глубине, которые пытаются обычно уйти глубже. Небольшая рыба достается из воды проще. Она, конечно, тоже отчаянно борется, но ей не совладать со снастью рыболовов. Что делать, если клюнула крупная рыба? Если рыба пытается уйти, не паникуйте. Мы прерываем показ. В связи со сроками новостями, трое жителей старого района города были найдены убитыми в своих квартирах сегодня вечером. Старайтесь быть хладнокровным. На месте преступления также найдены два тела, которые предположительно являлись подельниками убийцы. Полиция приняла усиленные меры по розыску преступника. Будьте бдительны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чертков Василий Петрович, обвиняемый в причинении тяжких телесных повреждений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятно познакомиться. Я ваш адвокат. Валафар Виктор Викторович. Здравствуйте. Что же вы, Василий Петрович, избили до полусмерти вашу соседку, Баранова Зинаида Семенова? За то, что она вам в долг отказалась сдать? Хм. Ну и... Влепят штраф по 115-й, и разойдемся, как в море кораблей. Я же говорил вашим, мне адвокат не нужен! Баранова Зинаида Семенович. Баранова Зинаида Семенович. Баранова Зинаида Семенович. Ну, не сбивал я ее. Так. Толкнула. Слегка. Василий Петрович, в деле указано, что гражданка Баранова вчера скончалась в больнице. А это, дорогой мой, уже 105-я. Пункты Д и З. А потом еще и 111-ю прикрутил. И двадцаточка тебе светит, как солнышко ест. Как скончался? Не, не может быть. Может, может. То, Зинка, что ли, умерла? Не, не, не. Это что, правда, что ли? Скорбать у нас. Как же так? Мне же вчера еще сказали, все нормально. Как же так с Зинкой? Как уныло. Вот так. Ну, а я постараюсь сделать все, что от меня зависит. ведь мой дом защитить вас. Марсилий Петрович, а может быть, это не вы убили гражданку Баранова? Так я это дал уже признательнее. Вы дали их под давлением и в нетризмом состоянии. А они ничего не изначили. Ты же говорил, что пьяный дурно. А она косарь зажала до палочки. Ты же ведь отдал бы, да? Так под расписку же. Может, ты и не понял, как ее бить? А? Она же сама тебя первая за дверь выставить хотела. Алкашом по заборам бы звала. Ты же не алкаш. Чекушка в день. Это что, гнуды? А? Ну? А сам? Конечно, конечно. Ты же ей помогал по-соседски. Кран чинил. И нет твоей вины, что его сорвал на следующий день. Это детали были хреновы. Угу. Так я это... Ей, лампочку еще менял. Бррр. Мне она током так шарахнула, я думал, Богу душу отдам. Старайтесь быть хладнокровным. Даже если рыба уже рядом с лодкой, это не означает, что она перестала бороться. Если она развернула, дайте ей уйти еще раз. Не пытайтесь ее угрожать. А может быть, она тебя с умыслом просила? В смысле? Знала же, что ты выпил. А я свою меру знаю. И если захочу, могу... Вообще не пить. Конечно. Она точно тебя угробить хотела. Не даром же всему подъезду на тебя жаловаться. Значит, не зря ты ее треснул. Вася. Абсолютно невменяемый мужчина. Постоянно орет по пире. Пьет. И поет. Тяжело с ним. Кричал на соседа. Уденье. Меня изводил, орал, угрожал. Вася явно желал мне зла. Ему нужны деньги под расписку. Достал. Вася, мужик. Так себе. Алкаш. Вася, алкаш. Ты же ее только толкнул, Любовь. А она сама об косяк. Треснулась и шмякнулась. Что делать, если клюнула крупная рыба? Если рыба пытается уйти, не паникуйте. И не пытайтесь работать с катушкой, если рыба... И не твой вины, что гитара ипотемичка... Уданила. Это твое дело, Василий. Я сделаю так, что тебя оправданут. А что это ты мне помогаешь? Не буду скрывать, ты мне понравился. Мне... Нужны какие-то... Какие-то какие-то... Такие, как ты, Василий. Душа нараспашку и нож с голенищем. Душа нараспашку и... Это контракт. Я предлагаю тебе... работу. И что надо делать? Ничего. Ничего особенного. Ты справишься. Ну, звучит как-то сказочно. В чем ты сомневаешься, Василий? Не, ну, а как ты... Вы меня отмажете. Там же протоколы, отпечатки пальцев, все дела. В твоем деле, сказано, что согласно экспертизе отпечатков на гитаре Василия Черткова нет. Как? Я тебя умоляю. Ну, решайся. Ну, решайся. А зарплата какая? Зарплата большая. В костюме будешь ходить, часы, как у меня. Машина, девки, полный фарш. Просто следуй моей инструкции. Не, ну, выглядит это, конечно, как-то вообще нереально. А что тут какие-то люди? Что-то непонятно. Это просто формальность. Стандартный договор. Раз, два, и ты уже не в этой вонючей камере. Иди подписать. Вот здесь. Испорченный крылью. Душа. Ан. Превосходно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Душа подраспит с кузовом. Нет, я не хочу. Пошел к черту! Пошел к черту! Мы вместе. Я бы так не торопился. Пошел к черту! Мама! Откройте! Выпусти! Что ты ждал? Василий Петрович. Вываживание – это когда постепенно ведешь рыбу. Черков, что в основном? А? Если рыба пытается уйти, не паникуйте. И не пытайтесь работать катушкой, если рыба плывет от вас. Мы прерываем показ фильма «Сумасшедший» в связи со срочными новостями. Трое жителей старого района города были найдены убитыми в своих квартирах сегодня вечером. Я отказываюсь от адвоката! Четков, успокойтесь. Эй! Охрана! На месте преступления также найдены два тела, которые предположительно являлись подельниками убийцы. Я отказываюсь от адвоката! Я готов подписать чистосердечное признание! Полиция приняла усиленные меры по розыску преступника. Будьте бдительны. Четков, что с вами? Что? Нет. Нет. Четков, успокойтесь. Пошел к черту! А теперь возвращаемся к показу фильма Хитча Альфреда «Сумасшедшие». Не за чёт, Валафар! Я... Директор? Ты не справился. Ты не смог заключить эту несчастную душу. Я... Я же... Он подписал контракт! Он разорвал контракт! Он подписал контракт! Любому школьнику известно, что подобная сделка должна быть совершена по собственному желанию. И никак не лучше. А ты просто стыгнул меня на своем нетерпении. Ты в отчаянии, Валафар. Это был твой последний прокат. Тебе и важно, что такое? Вываживание. Это когда ты, почувствовав рыбу на крючке, не рвёшь изо всех сил в попытке выудить её сразу. В таких случаях, как правило, лес рвётся, и рыба машет тебе хвостом. Старайтесь быть холоднокровными. Вываживание. Это когда постепенно ведёшь рыбу. Слегка ослабевая натяжение. Заигрывая с ней. Тогда... Тогда рыба сама прыгнет тебе в ведро. А ты, Валафар, почуяв кровь, от отчаяния решил сразу же подсечь жертву. Я отказываюсь от адвоката! Я отказываюсь от адвоката! Я отказываюсь от... Я отказываюсь от адвоката! Чёрт! Адвокат не нужен! Не нужен! Чёрт! И эта душа помахала тебе хвостиком. Вернее, крылышками. Даже я в таком виде смогла развести его на автограф. Просто следуй инструкции. Валафар Виктор Викторович. Обвиняемый в мошенничестве, в особо крупных размерах, наносящий государству большой вред. Подделка документов, убийство двух и более лиц ваших подельников. Высшие меры наказания. Но я постараюсь сделать всё, что могу. Ведь мой долг – защитить вас. Не буду скрывать. Моей конторе, так сказать, нужны такие люди, как ты. Душа на распашку и нож за голенищем. Это контракт. Я предлагаю тебе работу. А что нужно делать? Ничего особенного. Ты справишься. Трое жителей старого района города были найдены убитыми в своих квартирах сегодня вечером. На месте преступления также найдены два тела, которые предположительно являлись подельниками убийцы. Полиция приняла усиленные меры по розыску преступника. Приготовьсь! Цельс! Огонь! Допросы суд совершают у порога. Где подписать? Ну, кто бы сомневался. Ах, Баранова. Ну, молодец, конечно, но очень сложно всё закрутило. Лабиринты какие-то. Ты понимаешь, наша компания, мы, так сказать, скупаем души под видом продажи свободы. Проще надо всё, проще. Как в магазине или как на рыбалке. Меньше слов, больше дела. Выбираешь душу. Я ваш адвокат Валафар Виктор Викторович. Душа нараспашку и нож за голенищем. Ищешь слабые места. То есть, уйдешь как бы в часы пять минут. Раз-два, и ты уже не в этой вонючей камере. Прикармливаешь. В моей конторе Мама! Нужны такие люди, как ты. И на правильную наживу. Током так шарахнул, я думал, Богу душу отдам. Очень быстро выуживаешь. Всё! Я буду писать. И никто никогда не объясняет рыбе, как нужно рыбачить бараном. Твоя гордыня ничем не лучше жажды крови Валафара. Просто с много инструкций. И тебя ждёт большое будущее здесь. И прошу тебя, больше не использовать этот образ. А пока... Оба. На перезачёт. Через сто лет. Допрос и суд свершает у порога. И взмахами хвоста нам укушает. Эх... Молодёжь... Вот... В наше время... Все читали Данте. Использовали простые образы. Ничего. Справлялись. Рыбак и рыба. Сейчас же. Все эти... Экраны. Спецэффекты. Многоуровневая психоделия. Галстуки. Как юрист из соседнего отдела. Бесчувственный. И абсолютно бездушный. Нет, профессионал, конечно, каких поискать. Но... Такой адвокат.